Смотрите, у человека то, что у нас есть в голове, наше сознание, то, как мы видим мир, наша система представлений, наша система, понимаете, тут главное не путать с программой ума, но даже она является частью нашего сознания. То есть есть сознание, с которым мы привыкли себя ассоциировать, все-таки оно у нас есть, оно божественное проявление, на которое мы привыкли обращать внимание. Есть сознание внутреннего вида, которое помогает нам со стороны, если посмотрите, это внешний мир, а это внутренний мир у человека. Есть все, что касается вот этой зоны, грубо говоря, это то, с чем мы привыкли жить в этой проявленной реальности. Все, что касается здесь, то, что внутри нас происходит, внутренний центр, внутренний критик, вот этот элемент сознания, он, получается, помогает материализовывать, проявлять то, что мы хотим, чтобы проявилось это мир. Мы с ним постоянно взаимодействуем, где-то, если мы его научимся слышать, чувствовать, то, ну, вот это самая крутая интуиция, которая может быть. А если мы еще сможем с ним договариваться нормально, вот на, ну, это все будет, конечно, в измененных состояниях сознания, то у нас вообще все будет происходить очень быстро. Но самое интересное, что вот эта луковица, она в правильной стороне, да, то есть и то сознание, оно имеет сложную структуру, потому что там дальше идет коллективное сознание, мы все являемся частью коллективного сознания, а куча коллективных сознаний, которые, как и другая структура, уже взаимодействуют между собой, и это все равно божественная структура, и это все равно божественное сознание, да, пошли в ту степь зарастая, да, укрупняться. А вот, если мы будем смотреть во внутреннюю часть, то точно так же они идут слоями на ухотнение, да, то есть к нам приходит наш только один маленький внутренний критик, но таких вот внутренних критиков с внутренней стороны, это тоже целая структура. В психиатрии вот эти вещи не рассматриваются пока из того, что реально открыто и признается, это то, что сознание человека, вот, привязано к материальным телам, клеточным, атомарным или добрый, клеточным, организмным и та-та-та, телесным, социальным, духовным, да, вот, все-таки не забывают обои, и в последнем уровне называют космическим, но это все, что описано. На самом деле структура не так однозначна, и она не совсем вот так примитивная, если рассматривать тело, человек, да, вот, вот, в обратном облаке, смысл нарастающий, да, а здесь, получается, наоборот, есть часть сознания, которая связана с человеком, потом дальше, куда она пошла, на коллективную часть, на эгрегорную и так далее, а то, что у него внутри точно так же идет на более сложную структуру, и там вот эти вещи, ну, как механизм, через собой работает эта структура. Мне в этом плане нравился один из таких товарищей, который, в общем, он экстралировал по всему миру, да, проталкивая детское объединение, потом объединение для взрослых, но четко осознавал, четко понимал, что если 15% населения будут обладать способностью, то все население будет обладать этой способностью. То есть, если таким образом видение протолкнуть, коллективную реальность, заметьте, вы протолкнули, его реально протолкнули, я могу просто вернуться в прошлое, если брать семинары, тренинги, благо я в этот день уже слишком много лет, и помню многие моменты, техника рейки приходила, и там было блаженным приход неких разновидных фонов, цветов, энергий, которые человек видел в самом начале, когда рейки приходила, только вот практика, это не тысяча какой-то года. Из того, что давал по видению, самым крутым был Бронников, Бронников, что сделал, взял энергетическую азбуку, энергетические упражнения самым, и привел их к тому, что в какой-то момент человек с повязкой, с нормальным потенциалом мог видеть систему образов, точно так же ту же систему, которую видят люди творческие, от образа приходят к ним, и это было открытие, это было видение под повязкой. И потом дальше еще было две ступени на тренировку управляемости и объективности поступаемой информации, но это был прорыв, а этот Бронников получил в 98-м году, и реально на эту тему было очень много споров, и исследования в нашей Белорусской Академии наук были в 2010-м году, то есть это был недоказанный факт еще до 2010-го года. Так вот теперь смотрите, возьмите техники, которые пришли на рынок сейчас. Это химинг, ты пришел на первое занятие, закрыли глазки, и вы видите. То есть представить, что у человека вообще нету образов на закрытых глазах, но этого уже нету, да? Но для того, чтобы человек закрыл глаза, и у него нормально он мог вылезти на экран на глазах море, цветок, там, энергию, еще чего-то, все, что он захочет, да? На это ушло коллективное бессознательное, на 15 лет, на то, чтобы это пришло. И сегодня те, кто приходит на занятия, большая часть группы все-таки видят. Не видят единицы, у которых вот визуальный канал все-таки перекрыт, те, которые более кинемоэстетики, и которым это дело надо тренировать. Либо у тех, у кого есть реальный недостаток энергии в теле. То есть есть какие-то заболевания, есть какие-то очень активные включения в эгрегорные структуры. Игорь говорит, куда мы отдаем энергию, когда это нас выкачивается, когда мы тогда-то включены в процессы. Как только мы оттуда извлекли осознание и выключились из процесса, уже, наверное, туда не тратим, у нас ее уже хватает на все остальное. Но для этого человек должен понимать, как выключиться. А техник на выключение из процесса, реально пришедших за последние 10 лет на эгрегорные, Ну, наверное, самая ключевая – это артикальное прощение. Из хороших техник. Получается, что очень много пришло психотехник по включениям в процесс. По включениям в процесс обучения, развития, саморазвития. Это если брать духовный вот этот рынок, да? По включению в процесс продаж, кодирования, влияния, гипноза и так далее. Куча техник, но ты везде включаешься. А что тебя включает? А отключает, по сути дела, артикальное прощение. Ну, это только если негатив, а у тебя же не обязательно негатив. Не обязательно, но когда ты на артикальном прощении анкету прогоняешь, там же не только негатив, там вообще суть, знаете, изъять сознание из ситуации. Ситуация может быть супер положительная, да, супер прекрасная, но твое дело изъять быстренько осознание и заархивировать ее. И дальше все сложится так, как надо. И получается, что все-таки, когда рассматриваешь, все-таки больше приходит к вовлечению игру, потому что, наверное, люди где-то так и страдали, что они не хотят участвовать уже в страданиях, они не хотят участвовать в негативе, но они должны где-то участвовать для того, чтобы дальше играть, для того, чтобы не просто вечно в диван нажирать чипсы, да? Потому что нашему бессознательному нужна игра, нужны очки. А для этого надо все равно чего-то куда-то включить. И не важно, куда он его включает. Но если мы говорим об осознанности, то мы должны говорить и о моментах, когда мы будем это дело включать. Еще мне нравится один момент, когда мы этим процессом будем управлять. Вот процесс управления, это самый сложный процесс. Процесс управления лежит по ключевизмотной энергетикой. Это прямой путь, пока вот с ним. Вот через него не пройдешь, то дальше следующий шаг, он пройдешь на следующий уровень, понимаете? Потому что там дальше вы выйдете на такие же, я не знаю, как это назвать правильно, если на внешнем, это называется эгрегорными структурами, то там это тоже по эгрегорных структурам внутри человека. Коллективных. И там будет уже участвовать не один человек, потому что там тусовка внутренних критиков, которые говорят, вот я вот эти минуты заключу контракт для того, чтобы вот там развлечься вот так. И вот интересы вот этих будут учтены, если он там что-то заработает, выиграет, получит то, что он запланировал, понимаете? Потому что если, вот, блин, все равно надо какой-то образ приводить, потому что словами объяснять это сложно. Вы пошли играть в два тренинга, да? Вы хотите выиграть миллион. И там поставила ставки, сделала миллион людей, которые поставили там по евро, да, или по два евро. Так вот, их коллективные вот эти вот товарищи, они определяют, кто из них выиграет. Да. Они же договорились, ради кого вот сейчас все остальные сбросятся по этому евро. И если ты приходишь к своему коллективному, по этому критику, да, вот этому вот, и говоришь, слушай, давай договоримся. Он говорит, не, чувак, мы не за этим, надо сходить вот в эту структуру и здесь поговорить, потому что здесь же тусняк идет. Я предполагаю, что дальше есть такой же тусняк, потому что это будет еще смотреться на то, как это скажется на жизни тех, тех, тех. Это все выстраивается на время, вы понимаете, это вот равносельно, вот здесь на воду влиять, в одной точке мы повлияли, да, перестроилась вся структура. Вот так внешний мир, это отражение нашего внутреннего, причем зеркальное отражение, точно так же сознание это все происходит. И рассматривать это как простую структуру, которая вот раз там, нам, конечно, проще воспринимать там отдельно то, что мы можем ассоциировать как с собой отделенным, да, тогда пострадать, может под подошку поплакать, там, еще что-то. На самом деле эти структуры значительно сложнее и здесь уже предположить, что ты отделен, когда вот это осознаешь, где отделение. Вот покажите мне это отделение, и у реально нет. Понимаете? Мы все время взяли, ваши коллективные, да, ваши критики, да, мой критик, вот, центр, да, они в тусовке. И там нормальная тусовка, там нормальная, иерархия точно так же, как и снаружи. Другой. Но все это принадлежит одному, в общем-то, одному целому, в Богу. И если говорить уже о Боге, то все равно, так или иначе, для человека, мы ведь воспринимаем это все по телу каналу, который у нас есть, да, у нас это будет ассоциироваться со светом, с кольбовью. Ну, по характеристикам частот.